ну что цунами поздоровка молодец молодец ты скажи ты готова ты готова записывать сегодня видео помогать мне готова ты готова ты помощница мне признавайся да ты помощница помощница всем добрый день здравствуйте меня как и прежде зовут и на если кто меня видит в первый раз или со мной не знаком я живу в италии в городе тиволи занимаюсь тем что хожу на рынке second hand и покупают и перепродаю вещи рынке second hand в италии очень сильно кардинально отличаются от магазинов и рынков странах снг у нас это то есть странах снг это магазины где все развешано на плечах и по категориям здесь такого нет здесь большие столы новые старые все вещи свалены в одну кучу единственное разделение по категориям женское мужское и детское есть конечно сумки на что крайне редко последнее время есть какое-то белье постельное белье ну в общем то как-то и аксессуары естественно сегодня я не одна сегодня я вместе со своей ассистенткой цунами суме и она дрыхнет совсем не хочет работать цунами суме и глазом не ведет это конечно не массиво это любит поспать ну что давайте начнем что я купила во вторник на рынке давайте начнем с этого свитера который на мне это шерстяной стопроцентная шерсть свитер итальянского бренда я не помню какой я не знаю этого бренда на самом деле я видела его первый раз но мне очень нравится сам свитер посмотрите какой здесь жаккард обалденный я сама вижу и знаю как это долго кропотливо и трудоемко вяжется но этот свитер связан на машинке мне очень нравится сочетание цветов вообще его купила в отделе размера с мужской но на меня он подошел отлично я довольна как слон после купания мне все время хотела себе какой-нибудь вот такой вот свитер с орнаментом для того чтобы не вязать потому что ну я знаю это долго кропотливо трудоемко я уже сказал давайте я вам покажу полностью его встану вот смотрите снизу он такой беленький а сверху вот такой вот рисунок отличный свитерок теплый мягкий комфортный идем дальше также я купила две пары джинс но одни вы видели точно в предыдущем видео я их показывала это джинсы фирмы пинко на самом деле когда я их нашла я не я подумала что какие-то они не очень да но при ближайшем рассмотрении я поняла что они все-таки очень посмотрите в чем они интересны в том что джинсы в самой джинсовой ткани во внутрь вставлены люрекс если присмотреться внимательно видно и когда коленки да вот эти дырочки распарывали оставили только один люрекс посмотрите как красиво смотрится вот такие вот джинсики на пуговичке естественно написано пинка вот тут есть металлическая такая вставочка с названием бренда и кнопочки естественно тоже брендированные здесь написано о май голд самое интересное что не бог голд же золото точно также здесь написано о май голд вот такие вот кармашки обычные и просто написано буква вышито золотом буква пи соответственно пинку обидно что бирка составом и с размером здесь срезана срезана под самый корешок я вам не могу сейчас сказать какой-то размер но приблизительно на мой на мой глаз 28 29 и немножечко это понимаю они со спущенной талии дальше они совершенно прямые вот такие вот джинсики в общем-то даже неплохом состоянии идем дальше следующие также были джинсы но мужские я когда их покупала их рассматривал один мужчина он крутил 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 я говорю ну ладно уже оставляя их возьму и он как будто меня услышал разворачивается и уходит я быстренько хватаю ну это джинсы фирмы дизель дизель всегда хорошо продается всегда хорошо сидит это очень хороший бренд это оригинал мужской повторюсь вот так они выглядят естественно пуговичка брендирована все кнопочки брендированы сзади написано что это дизель есть по моему бирочка составом да есть бирочка это 32 размер коттон вот обычные джинсы без каких-либо потертостей совершенно прямые но нет есть потертости видите как светлые части чуть ниже попы а еще посмотрите какой за красивый карман кожа обстроченный здесь железная пляшечка не дизель конечно есть интересные элементы на брюках я не могу сказать что они совершенно простые очень даже не простые размер 32 я уже сказала сейчас давайте я прикинул по этим джинсам женские ну да смотрите вот разница видите какая ну да 20 29 может быть 30 вот так идем дальше дальше я купила кофту что самое интересное я не ожидала что это бренд очень дорогой очень хороший очень качественный я первый раз встречаю название такое карла карла калуч я конечно же залезла быстро в google пробила посмотрела почем продаются эти кофты свитера на самом деле этот бренд очень даже не дешевый можно сказать совсем не дешевый такой вот кардиган на сайте у них стоит приблизительно 250 300 евро это кардиган размере x xl мужской катоновый вот посмотрите здесь английская резинка он в идеальном состоянии посмотрите здесь нет шва на рукавах я планирую его пока оставить себе мне нравится его форма мне нравится его вязка мне нравятся его пуговицы он в отличном в новом состоянии здесь 80 процентов хлопка и 20 акрил что мне еще нравится мне нравится то что как он сидит да он большой объемный у него для меня длинные рукава но я их подворачиваю и под джинсы вот теле левис который я купила в прошлый раз красными пуговицами смотрится просто супер сейчас я вам попробую показать его как он смотрится наверное не очень хорошо видно давайте я может попозже сделаю примерку в конце видео и мне нравится вот этот эффект тут еще также есть видите железная пряжечка вот такая вот кофта идем дальше и последняя на сегодня это пиджачок я нашла в кучу совершенно странных вещей маленький пиджачок фирмы максмара чем у меня привлек ну во первых посмотрите его качество он полностью застегивается под шею у него здесь . воротник он маленького размера 38 это маленький если у меня там 46 то есть вы понимаете очень маленький вот такие вот здесь рукавчики здесь есть разрез на рукавах на манжетах и что очень красиво здесь пуговицы посмотрите какие здесь пуговицы и вся окантовочка то есть все швы окантованы вот такой вот черной окантовочка типа плащевки наверное вот такой вот пиджачок сейчас я попытаюсь притулить на себя давайте я его застегну наверно что было понятнее конечно естественно я не смогу его примерить потому что он очень маленький повторюсь я уже сказала пиджак просто изумительный смотрите очень красивый максмара это первая линейка это не максмара викенд не максмара спорт такой пиджак сзади обычный приталенный просто по моему внизу а даже без шлицы в общем то все давайте я вам покажу наверное еще кардиган как он сидит на мне ну что посмотрите по мне так он вообще крутецкий выглядит сразу видно конечно что он большой с мужского плеча но все же мне он безумно нравится на самом деле под джинсы вообще будет самое но на весну посмотрите и так можно и так можно и можно конечно застегнуться давайте я попробую застегнуть очень мне нравится цвет я вообще любительница красного цвета давайте попробуем еще закатать рукава таким вот способом единственное что минус конечно нет в нем карманов это для меня большой минус я любительница засунуть руки в карман но можно даже я думаю и вот таким способом попробовать его носить да как вам ну в общем то все мои покупки на сегодня сегодня среда я также была на рынке я завтра выставлю видео я также накупила кучу классных вещей давайте подождем всем удачи хорошего настроения люблю целую пока